energy dragon разбуди в себе дракона квартан приветствую рад тебя видеть знаешь такое серьезное побоище состоялось между тобой азамом 5 раундов такой серьезной перестрелки смотрю на твое лицо особо следов никаких нет как ты себя чувствуешь после такой бой не насколько знаешь удалось травмы все вот это избежать доброй ночи основе брат мой первые пару дней немножко правда ноги побаливали но нос ни от кого не скроешь все знают что у меня был сломан в середине третьего раунда чур отеки под глазами из-за этого но сейчас уже состояние намного лучше чем первые два дня высыпаемся самочувствие отлично азама не видел не знаю как у него да я с азамом тоже запишу интервью и обязательно мы его там же увидим его мнение побои также узнаем а знаешь ты довольно таки громко зашел в лигу наверное это идеальный расклад для тебя за исключением того что тебе не подняли руку но все остальное и бой и обсуждение и эмоции это все как бы было на высшем уровне сам оглядываясь назад по поединку скажи свое мнение как тебе бой чем доволен чем недоволен и чтобы ты изменил если бы да там снова встретили с азамом честно сказать вот ты все четко подчеркнул вот только что мне руку не подняли этого как бы не хватило но глубине души у меня нету ни капельки никакого осадка вообще все ровно никакой не обиды то что мне руку не подняли я себя чувствую комфортно я выложился я сделал как говорится этот бой все шло по плану все шло четко азам грамотно работал то что начал с ноги там ногу начал потихоньку отбивать ну знаешь что это скажу если бы не было бы вот этой травмы в нос как бы я бы нос не сломал бы все было бы по-другому до понятное дело ноги по ногам уработал грамма на все но у меня ноги тоже набиты поэтому я бы протянул бы все пять раундов мне нос помешал вот заливала полностью прям и горло и нос из двух дырок лилась и мне чуть было некомфортно я не знал мне настроиться чтобы дышать или настроиться на поединок я вот периодически высматривался чем ты сам зачем чаще высматриваешься тем еще больше у тебя начинает кровить и вот только это помешало по поединку но еще что я скажу чтобы я добавил к этому поединку дай бог все нормально будет мы с ним встретимся это я бы физику добавил у меня не получилось ее делать я уже говорил к этому бою физику вообще не делал я работал только над скоростными данными связи с моей травмой нельзя было физику делать но к следующим уже поединкам как бы у меня никогда с физикой проблем не было здесь я почувствовал я вот туда проходу многие делал я вот почувствовал что у меня не хватало немножко технические вроде все дело правильно зацеп даже я вот так полностью захватил но чуть не не хватило открыто говорю поэтому здесь скрывать нечего и знаешь что еще отмечают болельщики обычно вот та фраза помнишь там судьи шкуры и так далее в народе ты слыл парнем который безусловно максималист хочет побеждать но кто-то говорил что вартан не умеет принимать поражение что он не может смириться с тем когда он проиграет и меня недавно знакомы буквально позавчера вчера написал карт я был удивлен гор что вартан не обозвал судьи шкурами говорит насколько горд он достойно принял этот бой и он выглядел как благородно после этого поединка то есть воин который завершил пять раундов и настолько достойный удар скажем так принял насколько тебе было тяжело вот взять знаешь и просто так смириться с тем что они подняли тебе руку если честно я сам очень был удивлен своему как говорится эмоция и своему состоянию в глубине души ну потому что я сделал все когда это по максимуму не было такого ой а почему я это не сделал даже вот сколько дней уже прошло я сидел думал анализировал у меня не было такой мысли почему я это не сделал здесь не доработал здесь я сделал все только не если не форс-мажор который произошел я все делал по плану все шло все красиво как бы никаких никому вопросов нету только были вопросы к этим самым я не знаю фанатам ли как их назвать которые непосредственно присутствовали взгляд что мне не понравилось с ихней стороны они себя некорректно вели по отношению лично ко мне и то что они во время поединка там что-то говорили во время допустим того когда азам поговорила не могли там поддержать они имели право говорить тогда и фукать и как-то там громко кричать негативно в мой адрес когда я обращался с определенной речью ну вы все сами увидели мы без остановки работали судя как посчитали душем так и сделали ничего лишнего сказать не могу как есть так и есть вы там не мучите и коровы спасибо мне это не понравилось это это не по личности ко мне поэтому я так выразился по отношению к ним и много чего то что я тоже высказывал это непосредственно коснулось это опять же вот сейчас скажу всем таджикам да вот мы с тобой общаемся я сейчас обращаюсь ко всем таджиком это было сказано все непосредственно вот этим ребятам людям я не знаю как их назвать которые присутствовали на турнире которые негативно по отношению ко мне себя повели а так не об окружении есть много знакомых ребят хороших ребят поэтому не надо вмешивать национальность ребята то что я написал джамшуды это не знаю почему вы воспринимаете на себя что там таджики могут быть только джамшудами другие нации джамшуды не могут быть или я же не сказал таджики джамшуды да я же слова таджики не упоминал поэтому не надо вот это обобщать и разжигать межнациональную рознь я вас прошу чуть-чуть вот тут утихомир здесь все что я говорил это касалось тех людей если их можно назвать людьми но потом когда я сказал вы не коровы да там я говорю чё вы мучите они вроде бы наверное перед осознали и поняли что нет так нельзя надо чуть промолчать но опять же когда мы назад пошли уже в раздевалку они опять там что-то пытались но даже если меня убрать в сторону я слышал что другие бойцы когда выступали неважно там таджики дрались или узбеки или киргизы армяне русский даже если дрались там другой национальности люди они тоже фукали я так и не понял это может даже там уж половина не таджики были может еще кто-то был но суть не в этом то что они себя неправильно вели некрасиво вот это было мы могу да одно сказать что после такого побоища ни ты ни азам никто другой явно не заслуживал такой реакции потому что это был бой который признан всеми кто разбирается ммм лучшим или одним из лучших как меню в истории лиги это было такое побоище я думаю вам нужно было рукоплескать там я не знаю на бис там минут десять чтобы эти не утихали скажем так эти последствия красавчик он вообще мне понравился он достойно все ну вообще он я не я не думал я знал что он скромный нормальный парень да но я не думал что он настолько хороший человек и этот самый что-то хотел сказать быстро вылетел ладно сейчас поговорим не забудь да не забудь в директе жарко у тебя сейчас директе комментарии я честно я директ даже не смотрю только один парень мне написал адекватное сообщение он и в комментариях я ему позвонил мы с ним по приставим у разговаривали я ему все по полочкам объяснил что как нос все понял меня адекватно меня понял он из америки тоже таджик я говорю я же не горел таджики слову год нет и все ну короче у меня понял он понял все он говорит блин просто гайдного кто не так воспринимать я говорю пусть воспринимают те кто себя считает виноватыми те кто достойно себя вели они почему-то нормально все восприняли а нет ли у тебя ощущения в ртан что тебе просто не стоит реагировать на всех и распыляться ослабель и не то что блин грязь просто наш такую пишут что там невозможно ты сам знаешь нашими понятиями с нашими взглядами на жизнь невозможно это нет пускай придут да там на улице скажут там или в лицо скажут когда увидят да но это в интернете когда не вот это пишут здесь негатив не я стараюсь не смотрю я стараюсь так удалять быстро что-то такое все прям четверг естественно или там черный список кидают потому что я знаю я не объясню этому человеку я на его языке я не смогу опуститься на его уровень с ним разговаривать на его языке я считаю одно что вот эти люди которые не уважают которые так относятся неправильно к другим народам они общаются только между собой если бы они выходили за окружение за свой круг и общались бы с разными людьми то такого бы не было не так как они деградированы у них маленький круг общения поэтому они вот такие дикие когда ты пришел в лигу у тебя такой жаркий спорт перетасовку вот да ты сказал да я не рассказал что я себе дам знать что я газовую и мне никто не верил там говорили тяжеловесы я ценка говорил я предпочитаю тяжеловесов там еще кто то что горел я сказал что я о себе дам знать и зарекомендую себя но я думаю да все это поняли и мне знаешь мухаммад вахаев мы с ним тоже записали интерьё но выйдет скорее всего завтра послезавтра наверное уже после этого интервью выйдет и мухаммад мне говорит я горд вартану сказал горд вартан это теперь не fight night тут другой уровень и горд вартан очень недоволен был горд моим высказывание но мы как с ним поговорили но надо признать говорит этот парень естественно наряду с азамом горд такое шоу дали такой бой дали как надо отдать должное парень реально зашел на на ура и когда ты пришел в лигу у тебя такая небольшая знаешь скажет так перепалка состоялась чемпионом организации курбаном гаджиева и ты с ним встретился бы полуфинале если выиграл бы в этом бою но присутствовал на турнире удалось ли тебе с ним пообщаться как он воспринял твой бой были ли какие-то слова между вами да я когда вышел из клетки мы шли и в этот момент он навстречу подошел есть честно я в этот момент как говорится в эйфории был еще и ты сам знаешь тяжелые были удары пропущенный после такого поединка что мне что азаму хотелось пойти домой и отдыхать и в этом этом у меня навстречу и так от души меня встретил ну неожиданно для меня это было он говорит брат все что между нами было там давай ну не будем меня ничего к тебе нету ты красавчик достойный бой провел все но очень много теплых услов было с его стороны что я думал все по-другому будет если мы с ним встретимся но как бы ход событий перебил да он сделал шаг вперед и с хорошей нотой зашел что в этот момент ты сам знаешь меня я сам по себе добрый парень я воспринял это достойно как мужчина пожали руки пообщались чуть и все я пошел в раздевалку но я называю это благородство мне очень нравится когда бойцы умеют вовремя сделать шаг навстречу и знаешь те кто делают этот шаг это ценится мне кажется не меньше даже чем те кто принимает ну и смотри ты дрался с азамом готовился и провел с ним пять раундов ты имеешь понимание что из себя представляет азам но также я уверен ты у меня держала курбана гаджиева потому что потенциально мог быть следующим их очном поединке полуфинале гран-при что ты думаешь как отбой пройдет кого-то видишь фаворитом знаю что я тебе скажу вот именно с азамом я борьбу вообще не готовил я не боролся толком там да в неделю тому же раз может два где-то что-то корректировки были азы так скажем но если у него будет грамотная защита вот имя такая защита вот встретил стал и серийно проработал то у него все шансы есть но если я я курбана физику не знаю я не проверял очень сильно физически ясен да так очень сильно физически да и если ему удастся завалять его то будет инициатива на кубанство но я бы хотел посмотреть этот бой вот такой так с переходом куда-то стал чтобы если он его повалил что позам встал опять повалил опять стал серию пробил вот как он динамично был не знаю мне кажется тяжело будет такой будем сделать потому что каждый будет свое навязывать у нас чуть-чуть стилистика другая ударников поэтому мы смогли показать огонь так скажем да но главное чтоб губан не залезла если он не будет залеживать то будет очень интересный поединок но они не перебьют наш поединок это однозначно да этот поединок перебить мне кажется практически невозможно во первых выброшены удары вот мне говорят балая уже молодая там дуда и нурмагомедов были поединки которые также динамично проходили в большей стойке но я парирую это тем что когда оспариваю до значимость вашего боя этих поединков я говорю а здесь сколько ударов было выброшено соответственно сколько ущерба было принято и бойцы ни на секунду не переставали что-то делать вот этим данный поединок и ценится и мне сегодня просто вот на улице люди тут в грозном говорят астамберг спасибо вам за этот турнир но этот поединок это было нечто мы просто не ожидали кто-то тебя знает от вартана кто-то гордут от этого армянина от парня где вы его взяли я говорю но вы плохо знаете этого парня поэтому вы завоевали публику вы завоевали сердца но естественно знаешь вот эти разговоры вокруг общего счета вот чемпионов айт найтс пришли в организацию естественно это все обсуждается вот как ты считаешь ты глеб хабибуллин и гриша пономарёв насколько достойно вы представили организацию поедать и в частности камилла но естественно себя я ческать я этот я не видел я их бои не видел я знаю что гриша по мтрому да он в первом раунде получил да-то буквально 30-35 секунд я вот только тот момент увидел я не этот самый не обратил внимание а хабибуллина бой я тоже я знаю что он выиграл да тяжелый был поединок по моему да только три раунда 21 мы просто поэтому в раздевалке пересеклись а так я поединок не видел но в совокупности даже если кто-то где-то что-то не так пошло я думаю я это уравнял команда стенка на стенку да 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 в любом случае мы имя fight night не уронили на пол а с камилла было у тебя какое-то общение вообще обсуждали с камиллом меня никакого общение было но я слышал что камилл сказал что в вартан любит деньги два зарубистых человека с характером поддержка трибун сумасшедшие до вероятного и другого все предпосылки для того чтобы сделать бой еще есть еще и бонус за то ты уже подсознательно знаешь то есть ты зарубился ты еще и бонус получит все условия есть а вартан кстати деньги очень любит но он свой бонус получит обязательно искать им мне это не очень понравилось вартан любит хорошо дружить вартан любит вкусно покушать где-то хорошо там отдохнуть но деньги вартан любить не может деньги это необходимость они сегодня есть завтра нету они они как говорится их любить не стоит поэтому неправильно выразился можем что другое имел ввиду вот это мне понравилось пускай камилл знает что деньги они люблю деньги это необходимость я люблю друзей дружить свою родню своих близких вот это я люблю до справедливости ради это было сказано в моем присутствии мне кажется он это сказал в таком плане ну не знаю насколько это может быть плюсом но как минимум он тебя не корил или не пытался что-то плохое я не смотрел я не видел интервью ничего я просто это увидел мне сказали это и вот я это отталкиваюсь от слов моих близких они мне сказали я думаю как раз вот когда пообщаюсь скажу этот момент обозначу ну и да камилл я его очень просил приехать на турнир именно на эти три поединка я ему говорю ну хотя бы на последние два и он ехал опоздал немного из наш после первого боя я пишу ему смс поговорю вы ведете 10 и потом твой бой завершается я говорю камилл но 11 сравняли счет и он приезжает что там как там негар друзья пишут они просто в восторге от этого поединка они просто говорят что проигравших нет в этом бою что там было я уже встретил на арене я говорю ты можешь гордиться ворта нам мы можем гордиться азамом и мы все вместе можем вы гордиться и обоими потому что это был супер поединок но он был скажем так очень и очень доволен на самом деле и да если бы не было вот этого момента я же говорю это переломного холода я думаю еще можно было раскрыться еще больше пока просто я не знаю почему этот момент я пересматривал почему в этот момент замер остановился я сам не понял чем это было связано я такую паузу поймал и он не растерялся молодец в этот момент сразу выбросил ну ты привычно да ты привычно задавал темп я-то тебя знаю просто я на этот поединок смотрел чуть по-другому чем многие те кто тебя не знают я просто понимал на что ты способен ты просто задал невероятный темп ты бил но да было ощущение что чуть-то ножа ударов не хватало азам такой знаешь крепыш такой вот хотел спросить вот хотел спросить сколько ты весил 65 я весил 60 килограмм 500 грамм то есть ты три килограмма набрал после взвешивания это это я вышел с номера я столько весело а еще пока туда 100 ближе к вечеру к бою я уже наверное все 60 весел то есть не кушаешь где-то это волнение я не кушал даже и кушать не хотел я не знаю почему не кушать не пить толком ничего я не хотел и вот ну я чувствовал себя комфортно я говорю только вот если бы я физику делал бы было бы нормально дышал все проблем вообще не было а по ощущениям азам сколько весил во рта как ты думаешь по ощущениям по ощущениям но я думаю где-то 68 весел 67 до 68 я думаю весь это я так думаю но еще я не понял он очень был скользкий вот я вот так я не знаю такой под был у него или что мне я как бы подных людей не раз боролся ощущал а тут хватал и как-то такое как даже не масло что-то не пойму чем это что это было вот мне бы интересно было ради просто вот ради справедливости узнать да я спрошу ничего не поменяет и моего мнения к нему и отношения вообще ничего не помню просто хотелось бы знать вартан я знаю тебя как человека который не зависит от обстоятельств которые рассчитывают только на себя который верит себя идет до конца но все же вот то что было так много болельщиков из таджикистана то что был такой шум армянских болельщиков было ну во много раз меньше и то что не на поддержке это как-то сказалось на тебе нет асланбек честно вообще я это не наоборот не знаю что мотивировала когда я атаковал они молчали имя мотивировал то чтобы они молчали я старался делать так чтобы не давать чтобы они кричали понял и это была моя мотивация поэтому я не капельки вообще да ну что правило то правда я арена была маленькая и я помню в 2017 году в какой арене там 11000 помыли 13000 было вместимость тоже москве мы бились вот там реально было столько людей и аж земля дрожала под ногами когда вы поддерживали меня а здесь много кто и не смог попасть говорит билета в не отвечу что я уже телефоны выключил чтобы не писали не звонили там на улице говорят по ощущениям было столько же народу сколько и зале то есть те кто не смог зайти и действительно мы мне кажется немного недооценили то что к этому турниру будет такое внимание приковано energy dragon разбуди в себе дракона во ртам буквально через пару недель в краснодаре твоем родном городе пройдет следующий турнир лиги и сей по иронии судьбы скажем так и там пройдет другой четверть финальный поединок в рамках гран-при как разки азамат кирепа будет драться с представителем таджикистана также асимхоном рахмоновым придешь ли ты на этот турнир постишь ли ты его что думаешь о предстоящем поединке но не знаю если я не уеду никуда то обязательно приду по присутствую этом турнире сказать за поединок ничего не могу рахмонова я не знаю как-то видел он с богой в краснодаре этот самый бился ну ческать я ничего не могу сказать но мне кажется бороться они будут а вот знаешь вот этот момент тут многие зрители могут сказать не было ли логично чтобы вартан подрался не в москве если турниры так близко а у себя дома в краснодаре вот насколько ты сам хочешь вернуться в родной город испытать отещание ты же давно там не выступал честно сказать я давно тут не выступал и не хочу выступать я в краснодаре не люблю выступать потому что краснодаре когда я слышу это мой родной город я тут родился вырос много кого знаю и когда я слышу что кто-то против меня болеет мне это составляет какую-то такую дискомфорт что как моем городе кто-то может против меня болеть поэтому лучше я тут не буду с вами мне лучше будет где-то выступать за пределом краснодара пускай сочи это будет там еще что-то а если кто вообще ты думаешь есть повод для то чтобы против тебя более кому то я из них обиженные люди даже если они не болеют за моего противника но он им лишь бы против меня болеть вот есть такая категория людей онб�데 люди которые болеют за меня есть люди которые болеют против меня потому что они болеют за моего соперника а есть люди которые просто болеют против меня но не за моего соперника ну да такое часто бывает и знаешь вот когда мы сейчас говорили с тобой о том что болельщики из таджикистана недовольны твоими высказываниями я сразу вспомнил когда у меня что-то происходит представителям какой-то национальность я сразу вспоминаю так 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 у меня друзья оттуда-то оттуда-то если у тебя добрызят таджики обсудил ли ты сидящий момент как раз ты четко скал короче я прям сегодня честно в голос смеялся сегодня созвонился мне позвонил кем тоже таджик взрослым возрасте тоже и убегает брат гэй это то что ты сказал да это все в порядке вещей я это понимаю и бою к это окружает и сам даже понимать ну-ка это не так те которые там они то нихрена горит не понимают нам самим приходится им объяснять горит иногда а как ты хочешь понятия поняли поэтому иногда гай мне нам проще бывает им что-то объяснить чем через гайд вот вы что-то сказали мы если я твой друг я сразу начинаю своему окружению объяснять эти слова и доносить что это было определенным людям сказано это вот этим людям было сказано и этот самый тогда меня понимают а когда я этот самый просто увидел что ты сказал да я не смог донести допустим своему окружению то тогда да они уже начнут возмущаться а когда я допустим адекватный человек я смогу донести до своего окружения что ты имел ввиду тот уже они по-другому начинают мыслить но я думаю да до всех не донесешь для поэтому они даже сами они говорят мы мы-то знаем какой-то человека не даже задних мыслей не было что я что-то могу как так как я могу кинуть к даже семя один есть человек из этого народа я не я уже не могу сказать за этот народ что-то плохое если я скажу это автоматически автоматически у меня в ряды становится первую очередь это семья которая которую я пост да да сто процентов и знаешь я думаю поэтому чтобы все люди поняли мы это интервью записываем я надеюсь что такое наш исторически яркий поединок не будет омрачен неким недопониманием и что люди просто поймут что у тебя есть своя сторона своя правда свои эмоции и принципе тебя можно понять после такого боя мы их тоже можно понять потому что ребята не всегда могут оценить скажем так тот контекст который имелся в виду ну и знаешь вот учитывая тот поединок тяжелый который ты провел учитывать те проблемы которые у тебя были перед боем они были и перед тем боем они были вот сколько ты будешь лечиться если у тебя вообще планы на лечение восстановление если бы они не не тоже не свистели вот так себя угнуло бы не вели по отношению лично ко мне я бы ничего не в бою да кричите что хоть делать но когда я говорю зачем это неуважение ко мне в первую очередь и поэтому следующий бой ну честно с нами я не хочу сейчас говорить вот через месяц я подерусь до или через неделю я поделюсь или через полгода я подерусь я посмотрю как по самому числу это как у каждого индивидуально но обычно у меня все быстро проходит поэтому постараюсь все максимально чтоб зажило и сядем пообщаемся ну принципе никакой спешки нет просто мне интересно какие у тебя дальше планы можешь куда-то отдохнуть поедешь как будешь восстанавливаться ну однозначно я знаю же никогда в жизни не был в санатории и мне хочется от всех подальше именно вот мотив санаторий от всех подальше там лес был понял вот дедушкина бабушкина обстановка как говорится чисто воздухом подышать там какие-то процедурки поделать вот хочется вот такой сделать отдых а потом уже потихоньку начну вернусь начну уже потихоньку восстанавливаться и тренироваться и уже дальше будет видно но я не думаю что азам в этом году выступит да ну до конца года вроде планируют это положено грамм-при но по крайней мере для лиги это было бы идеально декабрь для лиги это идеально но после таких поединков ческать нужно время чтобы остановиться потому что и есть то что на лице там это одно и на теле а то что внутри это же никто не видит правильно поэтому нужно будет восстановиться нормально ему и уже дальше газовать как говорится когда ты сказал что ты никогда не был санаторий я вспомнил один момент все таки по моему это был такой определенный санаторий помощь когда в таиланде остались и ты постоянно вещал только без процедур соответствующим на санаторий санаторий был в казани называется леваде я наверно всю жизнь запомню а когда вы летели из таиланда брали это мы газ таиланда прилетели закрыли нас встретили в масс проказов в костюмах таких и сразу до надвините ли как мы не сандой попали в карсер понял и вот так ты на балкон только хорошо хоть балкончик был на балкон выходишь и что делать только голубей и воробьев кормить я уже начал имена им давать а сколько вы там пробыли я помню ты выкладывал это ровно две недели ровно две недели мы пробыли там никто ничем не этот самый никому ничего не приносили никакую еду понял именно вот только что ты хочешь определен ничего только там что готовили а там такая еда была очень противная безвкусно но это нельзя едой назвать там люди с ума сходили я тоже все я все с балкона я думал что не мусорку не выкидывать я голубям отдавал ну как-то у меня получилось только мне привозили туда и через балкон нет нет закидывали понял в общем и получалось так я услышал что там где-то есть дети еще маленькие я начал короче аккуратно по этим по номерам через через так передавать конфетки там всякое такое и они говорят блин откуда у вас вопрос а там чтобы помнить даже нельзя было выходить все в камерах только тебя увидят все это я не говорят блин откуда у вас это откуда у вас это я такой стою думаю 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 такой думаю что им ответить чтобы это когда логично было я говорю ну мы же армяне да ну слава богу вот этот вот этот момент меня спас ну первые два дня я думал как мы тут будем питаться что вам делать тараканы ржавые батареи ванна такая полметра на полметра ну в общем просто уже ужас как будто в тюрьме да я помню ты выкладывал я с интересом за этим наблюдал хотят тебе наверно мало приятного это было но все-таки тоже какой-никакой закаляет такие моменты закаляют ну видишь сколько ты в своей жизни всего увидел в ливаде 5 раундов побоище побывала что только не видел я даже в таиланде на пляже спал чтоб ты понял две недели до боя у меня был случай да и такое было с дома мне звонили вот так по видео этот самый показываю под пальмой типа лежу они как как хорошо я буду вообще такой кайф но это честно ослабек это очень долгая история мы лучше с тобой это прям от начала до конца эти в другом этом с другой другом интервью другой записи сделаем поговорим я тебе расскажу от и до но эта история очень интересная она меня так закалила и после этого я вышел я похудел не потому что я вес гонял а потому что я не ел понял я понял я вышел у меня с тайцем очень серьезный бой был за титул я выиграл его и иметь мне пояс не дали потом тайцы говорят ты нас не так понял я группа хорошо я говорю мне главное домой доехать уже я уже устал таиланда хочу уехать быстрее ну да я думаю мы эту тему оставим на следующий наш до следующую встречу я думаю подкат следующем должен быть подкаст потому что можно много общаться рассуждать и так далее портан в принципе то что я хотел спросить я у тебя спросил возможно есть то что мы с тобой не обсудили ты хочешь высказаться под конец пожалуйста я только хочу сказать пускать таджики на себя не берут и пускай обиду никакую не держит это больше всего потому что я смотрю все очень иметь такую типа я обиделся я бой проиграл я имя такую ерунду пишут до что мне обижаться пацан красавчик пацан выиграл достойно вообще никакие обиды не могут быть вот только это могу сказать поэтому не знаю самое главное грязи не пишут потому что потом могут они пожалеть о том что они написали это все не знаю человека пускай не пишут никто пускай не пишет грязь это всем максимально понятно будем надеяться что конфликт между вами будет такой знаешь исчерпан это действительно неприятно а по сути а по сути между вот нашим прикол что между мной и азамом никакого конфликта нету да 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 поля получается это это он должен своих успокоить болельщиков да кстати азам обращая обращаюсь к тебе там займись с ребятами своими ребятами пускай не успокоится у ладу нормально мы с азаму как раз обсудим я думаю это в интервью вартан спасибо тебе приятно было пообщаться с тобой спасибо за искренние честные мысли и самое главное спасибо за этот поединок мы еще долго будем его обсуждать мы еще долго будем его помнить и я даже думаю мы его не забудем спасибо вам за нас праздник который вы нам подарили вы настоящие воины и можете гордиться собой ну и до встречи ждем твоего возвращения и басонек пассива тебе пассива большую